Во тьме у вас так-то освещение-то какое-то страшное. Это для рулетки, для рулетки это как раз то самое место, темное ущелье греха, разврата клетвопреступлений. Мы принесли сюда Евангелие, чтобы люди знали Слово Божие, что суд к Божьей грядет. И все мы... А вы за что делаете? Повторите. А вы за что делаете вообще? Евангелие принесли сюда. И считаем, Салфирь, Евангелие, чтобы люди знали о жертве Христа. Христос зовет в святость, а сатана устроил вот эту рулетку, чтобы люди собрали, как было. А какой тут святость? Тут процентов 80 только мусульмане, 50% раздетые, блуд творят. Женщину сейчас за руках вытаскивают, и у ней груди висят как мешки. Я говорю, ни одна мусульманка за 1300 лет за миллиарды не пойдет на это. Он сразу меня выключил. Это место блуда. А вы сами откуда? Барнаул, Алтайский край. А, понятно. Мы можем сообщить человеку о наших ресурсах. У нас в Ютубе большой канал. Во свете Библии называется. Там все показано, как мы деревню православную строим, как миссионерская поездка была от Владивостока до Лиссабона. Это очень интересно. Я вас вообще первый раз вижу здесь. У нас на Ютубе 14 с половиной тысяч роликов. Нормально. Да. И отдельно сайт. За какое время? А? За какое время? За какое время? 9 лет. Это вот в Ютубе вы 9 лет уже вылаживаете, да? В Ютубе, да. В Ютубе 7 лет. А Mail.ru, мой мир, там уже 10 будет скоро. У нас везде огромные ресурсы. Свой сайт. На сайте там фильмы, которые у нас сняты. Книги мои, 38 томов там находятся. Вы все можете там найти. Ответы, которые я даю в университетах, там по радио. 4124 вопроса отличаю. А во свете Библии все называется. Во свете Библии сайт Игнатий Лапкин. Вы сразу найдете. Так вы, получается, мусульмане? Да. Или нет? Мы в христиане православные, но у нас очень хорошее отношение с мусульманами. Мы в этой миссионерской поездке были. В Баку в доме мулы ночевали. Ходили вместе в мещете. Я там молился по православному. А разве можно? А почему же нельзя? Господь говорит, идите по всему миру. Он не сказал, идите по всему миру, а к мусульманам не заходите. Такого не сказано. Мусульмане не знают о Христе, что Он умер за них. Вот это им нужно сказать. Они называют Иса у них, но это не наш Иисус. Наш Иисус умер за грехи людей. Мы имеем прощение, спасение. Вот берем, мы беседовали, там мула был, жена, мусульмане были. И кремлинам 6.23. Оно звучит так. Возмездие за грех смерть. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Что за грехом смерть, согласились все сразу. Но я говорю, дальше-то как? Вот взяли человека, он убийца. Посадили в тюрьму. Утром его казнить будут или ночью. Что он должен делать? Как душу спасти? Надо добрые дела делать. Какие добрые дела, когда петля на шее? То есть они не знают. А почему не знают? Христа не приняли, как Он есть. Христос умер. И если Он не воскрес, а у них Он не воскрес, то мы еще о грехах, Павел говорит. И напрасно вера. У нас спаситель есть, а у них нет. А так у них дружба между собой. Они, говорят, если согласятся, одну голову четвером будут резать. Они очень дружные. А такой вопрос. А правда, если мусульманину, получается, лучше отрезать его, Аллах за уши к себе не затащит? Вот они друг у друга уши-то и режут, как раз показывают на ниточке нацепленное. Я знаю, я слышал за это. Я вообще офигел просто. Да глупости, глупости. К обычным глупостям добавили супер глупость. Вот мы молимся сейчас. Зашли и мы молимся. Господи, благослови нас. И пошли добрых миссионеров. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Всем возместите любви Твоей. Что Ты, Господи, отдал Сына Единородного за грехи людей, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на Нем. Это Евангелие Теана 3.36. А Марка написана, Христос говорит, «Идите и пропадуйте Евангелие всей твари». Кто будет веровать, крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть вместе с сатаною в вечном огне, где дьявол и ангелы его, где плащ и скрежет зубов. И наша участь может измениться в один момент. Вот до этого дня Вы не слышали. Один спрос. Если Вы услышали... Можно вопрос такой? Вот смотри, как Вы вообще оцениваете? Не поверите, ко мне приходил черт, а он со мной не договорился. Что дальше? Я не понял, о чем договориться? Ну вот я уснул, получается, а ко мне во сне приходил черт, пытался со мной договориться. Но он со мной не договорился. Ну и что? Сон есть сон. Сон трех видов бывает. Сон от Бога, предупреждающий об опасности, как правило. Сон от дьявола. Что Вы человеку мозги скрутите. Вот он святой, он там уже на небе. А третье, от переедания и заботы житейской. Ну, короче, получается, он мне говорит, типа, ты пойдешь ко мне? Я говорю, да, при некоторых условиях. Он, каких? Я говорю, я жить хочу столько, сколько нужно. Ну, сколько мне Бог отписал, говорю. Во-вторых, говорю, чтобы у меня все было то, что я хотел. Я говорю, а в-третьих, получается, я говорю, буду, типа, твоим замом, говорю. Он такой, ну, дальше что? А в-четвертых, говорю, знаешь, я буду сидеть. Он, где? Я говорю, ты же сильно, он такой, ну да. Я говорю, у тебя на шее, ты мне побрекнуть не сможешь. Он охерел и ушел. Ну, это все пустота. Вот если мы... Нет, он месяц ко мне приходил. Ну, это сатана. Это сатана обольщает человека. И с ним говорить не надо. Надо перекрестить его и сказать, где нечистая сила, и он сразу исчезнет. Ну, я не знал этого. Мы утром, когда выходим на улицу, мы всегда перекрестимся и говорим, отрекаясь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его, и день еще никогда не будет. Ни несчастного случая. Мне вот 80 лет. Я прошел такой путь, как у Солженицына. Его нельзя самому сделать. Почему? Сейчас гонений нет. Он у меня за тюрьмы, психиатрия, там, 26 лет. Это все позади. За слово Божие, не за дурные дела. И как в тюрьме люди каялись, следователь обратился, начальник тюрьмы умер по-христиански, Бог открывает сердца людей. Это Бог делает так. А вот если ты видел, что крест, крест видел во сне, это от Бога, 100%. Сатана может Христа показать, Богородицу, что угодно показать, крест не может, потому что крест в любви, а у него в любви нету. У него материала нет для этого. Это так, Иоанн Касьян об этом пишет. Вот если вы зайдете на наш сайт, во Свете Библии, сайт, там я отвечаю на 4124 вопроса в университетах, школах, по радио. И там отдельно. Христианство, мусульманство, иудаизм, будущее, настоящая работа, семья, 55 папок. В папку ткнул, тебя интересуют, допустим, деньги, ткнул, там о деньгах будет. Теперь вопросы, в каком томе у меня написано, какой номер. Ткнул, он разверткой идет. То есть, очень сильные материалы, не то, что я отвечаю, а что говорит об этом наша священная книга, Святая Библия. Что об этом говорят святые, а циростолкователи Библии, а это 300 томов. Что говорят правила церковные, 719. Что говорят жития святых, 1173 биографии. И вот на эту совокупность я отвечаю на вопрос, что это, как надо понимать его. Понятно. Он называется наш канал во свете Библии. Игнатий Лапкин, вы сразу его найдете. Вот вы, допустим, сейчас что-то не принимаете, там смеетесь, а завтра подумали, сказали, эх, я спросил бы, вы меня можете найти. Игнатий Лапкин, запишите себе, в скайпе вы найдете меня, я один под этим именем. Хорошо. Вот вы зайдете сейчас, сейчас рулетки, я недавно здесь, два месяца и десять дней. Два месяца и десять дней. У нас уже здесь записано роликов 250. Вот пройдет время, вы зайдете, вы сами себя увидите, как мы с вами беседуем. Я понял, что у вас запись идет даже. Да. Хорошие дела. Ясненько. А так вообще много людей попадается или нет? Ну, как сказать. Вот я процентом отношения, я математик в этом деле, люблю статистику. Примерно 50% голые валяются, никому не нужные мужики. процентов 80 мусульмане. А вот так, чтобы побеседовать, можно примерно один из ста. Чтобы длинная была беседа, вопросы. Примерно один из тридцати задержится на несколько секунд. А остальные только видят, что я с бородой, крещусь, они сразу все падают и исчезают. А маленькие ребятишки, они как бесенята, крещат, визжат. Что попало? Вчера один заход. Ну, сразу открылось. Ну, ему 10 лет. Мусульманский ребенок-то. Он начинает на пальцах показывать матерки. Я говорю, какой же ты бесстыжий. В 10 раз моложе меня. И ты делаешь у народа, у которого почтение, как с окалом, к старцам. Где ты вырос? Выродок такой-то. Он замолк. Я говорю, я покажу в интернете. Всем тебя обязательно найдут. И родителям расскажут про тебя, чтобы сгрел тебя. Какой же ты дурной. Тебе это все вернется в жизни. Ты еще маленько уже высеваешь злодейство. Я тебе ни слова не сказал. Ты увел бороду и начинаешь показывать матерки. Безумец. Но у них нету вот этого, как предпочтение взрыва к старшим. Нету. Какой старший? Он никого не знает и не видит. Он ничего не знает, кроме блуда. До пояса отрезать, и человек идет до уровня пояса. Все остальное внизу. И показывает себя, головы нету. Ясно, что головы нету. Ну да. Согласен. Ну, это придет с возрастом, наверное. Нет, не придет. Откуда оно придет-то? Интересно. Евреи говорят так. Дай нам ребенка до 4 лет. А дальше делайте что угодно. Лев Толстой говорит. Что во мне есть, а ему уже 80 с лишним лет было. Половина этого я получил до 4-х летнего возраста. Да? Да. А то бывает, ну, выйдет замуж, другая будет. Она не будет другая. Она такая же шкура и шлюха будет. Такая же проститура. Согласен. 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 А если родители ее охраняли, вот у нас есть вот мусульманин, он пришел, принял веру православную, стал батюшкой. И показывает, священником, и показывает, девочка там маленькая сидит 5 лет, и она на маленькой машинке что-то стращит. А другой лет 12. А кем мы хотели быть? Ну, у нас с кем? Артисткой там, ну, мало ли что. Она, говорит, женой. Все одеты в платочки. Такой благовидный вид. И он, видно, он отец строго все держит. Там у него нет шатания, там, чтобы на шею садились. Каждый отвечает по делу. Почему? Это у них в основании есть. Им не хватает мусульманам только Христа. Единственное. Чтобы они не убивали. Тогда Христос говорит, любите врагов ваших. У них этого нет. Мы начали, говорит, а у нас, я говорю, скажите, что такое рождение свыше? Вы во сне не слышали? У нас, если Христос говорит, в Ветхом Завете написано не прелюбодействуй. Не изменяй жене. А в лоб написано, всякий, кто посмотрит на женщину даже из танка с вожделением, уже прелюбодействовал. Будто бы она с тобой в танке была. Всякий, говорит, ненавидящий брата, человеку убийцы. Я лежу спать лег. И вспомнил какой-то брак. Да что бы ему... Я даже не вылез, а уже с рук кровь капает. А у вас этого нету? Вообще нету? Как? У вас четыре жены официально разрешаются. А у нас, если первая умерла, ну, внезапно, в несчастье было, женились, а на другой день она попала в аварию. Разрешается жениться. Но обоих на два года отлучают от церкви. Хотя в церкви повенчают. Если вторая жена погибла, разрешается третью, но уговаривать не надо. Но он молодой, 25 лет. Он женился. И сразу обоих повенчали в церкви, на пять лет отлучают от церкви. Они будут стоять только там, на улице, заходить в храм, когда положено. А четвертого брака вообще не существует. А у вас, говорю, мусульман, четыре официально. Ну, да как что, лучше блудить? Да какая же это планка-то? У нас глядеть нельзя, а у тебя четыре. У вас планка в грязи лежит, а у нас рукой не достанешь. Мы маленько-то сравниваете. Я согласен с вами. У нас написано пророка Иеремия, третья глава, что если жена оставила, ушла, вышла замуж за другого, то может ли она вернуться? Не развратилась ли земля? То есть у нас это запрещено даже думать об этом. Она ушла с концом. А у вас как? Они развелись, назад она может вернуться, если перед этим выйдет за кого-то замуж хоть не на ночь. Ну понимаете, это только... Вот так вот все перевернуто. У вас об нравственности вы понятия не имеете. Вот жен беречь вы знаете, а на чужую скачете табуном. Я вам показываю, почему вы здесь в интернете. Потому что я говорю, я дома четыре, за каждую хорошую колым надо платить. Вена называется. А тут сорок четыре даром и голая. И вы жеребцы пришли все сюда. Вы зачем пришли сюда сюда? Ничего, которое на базаре. Это дома у тебя жена, а тут сколько вы заводите? Сколько денег? И те оставляете. Мы-то видим это все. А почему? А у вас закон разрешает это? Официальный. Ну да, у них закон разрешает. Я их спрашиваю, скажите, самое ценное у вас что? В мусульманстве, чтобы держаться двумя руками. Он не знает. Дружба. Ну дружба вместе кинулись, там убили. Это дружба? Ну да. Это не все. У нас, говорит, дружба, вот где. И у вас самое дорогое пятикратный намаз, молитва. А вы даже не знаете. Вот что самое ценное в мусульманстве. Молитва. Когда вы на молитве, вот поездки от Владивостока до Лиссабона проехали, шесть мусульманских республик, Турцию, и у нас ни одного дурного, или нападал бы на нас мусульман, не было. Если мы молимся, а мы выезжаем везде с заселенного пункта, 650 городов посетили. Я везде дарил полный комплект книг в своих библиотеках. Мои книги изданные, 38 томов. Если мусульмане рядом работают, мы абсолютно уверены, они в обиду нас не дадут. Они любят, когда человек молится. Вот это цените в себе. Вам Христа не хватает. А с Христом мир и любовь. Вы не будете везде взрывать там и проще делать. Ну да. Да это не мусульмане. А кто они? Скажите, буддисты? Во Франции кто взорвал? В Англии кто взорвал? В Испании кто взорвал? В Буденовске кто у нас? Кто Беслан устроил? Кто Норд-20 взорвал? Кто? Ну что вы дурите-то? Все до одного мусульмане, 100%. Почему? Ну они стараются по-своему. Оправдывают убийство. Ну не надо говорить, что не они. Люди ругаются матом. Кто научил? Русские научили. Кто больше русских пьет? Никто не пьет. За перестройку в России 120 миллионов абортов. Кто абортов столько делает? Только в Сербии больше. Надо сознаться. Как Златоуст говорит, себя по хребту проскриптируя раза два, чтобы увидеть, кто мы. Некоторые, Россия для русских, Путин назвал, говорит, придурки. Как это для русских-то? А куда мы других девать будем? Татарстан и прочее. Всем места хватит. Земля пустая. Вот Жириновский сделал, когда цунами было. Почему Японию не отдать? Сколько у нее там есть? Ну там полтора миллиона гектар. Дать им там, где у нас есть? Как автономная республика там, как вот Татарстан, Чечня со своими законами, но подчиняется российским федеральным законам. А там оставить как музей, пусть приезжают, смотрят люди. Люди задыхаются. Их смывают водой. А у нас пустые пространства. Мы проехали до Дальнего Востока. Я видел своими глазами. Китайцев там полно выращивают. А они лишь бы только взять урожай. Земля бесплодная делается. Лес вырубают просто чисто. Ничего нету. Эшелоны идут. Подобрались к Байкалу. Байкала не будет. Вы понимаете, то, что если мы китайцев сейчас пустим, они могут заполонить Россию. Да. И знаете, просто по-человечески так сказать. Говорят, дорогу... По-человечески, я понимаю, да, можно. Но это не будет. Просто они так же сделают, как и у себя. Они будут утром размножаться и будут, как получается, они захватят это все. Понятно. Поэтому их и не пускают. Ну, уже они. В Москве было, говорят, насколько достоверно. Когда у них там, я не знаю, что-то, Курбан-Байрам был, кажется. В Москву они вышли. Улицы перепрудили. Полностью. Шагнуть негде. 1 миллион 200 тысяч. Мужиков. А у нас 5 человек не соберешь. Они уже здесь. Они уже с нами. Ну, не знаю. Я, как бы, общаюсь с мусульманами, с христианами, со всеми, с армянами. Ну, как бы, вроде все нормальные. Ну, я говорю о том, что видел. Что видел, что считаю. И видел не просто сторонний пролетел. А вместе молились, вместе пили и ели. Я отбывал у мусульман в лагере. Посаженный когда. Жанатат Жанбульской области, Казахстан СССР. Я знаю их не издалека, рядом. Делал печи у них. Я печник. Мне не давали работать прорабом. Многое у них можем перенять. Многое. Особенно вот, когда охраняют, как они, женский пол. А у нас что? Вот я говорю, как-то был на большом собрании в Санкт-Петербурге. У них там, видимо, и мамы были. Я тогда еще не разбирался в этом деле. Ну, еще Евангелия у меня в руках не было. Я спросил, а какой у вас процент сохранения девственности на брачной ночи? Они меня даже не поняли. Как такой вопрос ставить? Сто процентов. Вот и весь ответ. А у нас в седьмом классе она уже, говорит, на вторую букву алфа это называется. Ну да. Это не секрет. Это так и есть. А почему? А я показываю, как. У нее заболел зуб. Ну, у нас как, она пошла, записалась в очередь там и все. И она сдавила так же. Но с ней вместе идут отец и брат. Они, она садится в кресло, а они знают, видят русский. Врач. Они показывали. Ниже подбородка, чтобы рука ваша не касалась. И оба сидят, руки на кинжалах держат. Русские говорят, делают, все надо, а руки трясутся. Это не знакомство для разврата. Они любят. Вот у парня прямо официально берут интервью, 16 лет. А где отец ваш? Отец где? У Аллаха. Он был шахид, он подорвал себя. Он убил 40 человек. А ты кем хочешь быть? Как отец? Ну, а мать как? Ну, мать как. Заботится о нас, нас шестеро осталось. У матери главный лозунг был подарить Аллаху пять сыновей. Ну, а мать сейчас будет принимать мужа чужого на ночь. Как? Ну, как у русских бывает, как, как. Мужа нет, а она с бригадиром там с кем. Он постоял парень. 16 лет? Зарежу. Он реально видит, как мать падает, как он ее режет. А у тебя сестра есть, две сестры. Ну, а сестра будет с парнем встречаться, ты узнаешь, что это... Он даже не моргнул сразу. Зарежу. Это он не пугает, он такой и есть. Понимаете как? То есть, ну, давайте посмотрим дальше. Он жизнь отдает, чтобы сохранить целостность. А у нас ничего этого нет. Вот у нас была еврейка в общине одна. И она говорит, сейчас я иду на остановке. Мужик пьяный лежит под скамейкой, а там асфальт. Из-под него лужа течет прямо на людей туда. На остановке стоят. Вы думаете, какой национальности? Я говорю, не знаю я, но знаю, что он не еврей. Она точно. Вы знаете, у нас, говорит, данные есть. За 2500 человек ни одного еврея, ни грамотного не было. А у нас ликвидация без грамотности, ликбез. При советской власти с этого начали. А они учат его. У нас ребенок, если... Вот у меня дети были, я начальник детского лагеря, 45 лет был. Сам основал православный лагерь. Свой устав, которого нигде в мире нет. И вот, как дети себя ведут. У меня были и цыгане, и баптисты, и там мусульмане. То есть, у нас устав такой разрешается. Но молиться все должны. Как ты научен, так и молись. Ну, как положено по-вашему. Мы никого не перетягиваем. Но осенью все православные. Они видят. Главный движитель – любовь. И вот еврейские мальчики. У них как? У нас бегает лето, а он обязательно учится. Ему программа. Программа. Ему все, музыкальный инструмент, чтобы здесь было. Он приехал со скрипкой. Дальше он спрашивает. А что вы считаете? Мы ему показываем здесь. Он посмотрел. Я это не считал. Это интересно. А можно я буду конспектировать это? А он ему 10 лет. Почему? Ему родители говорят. Ты не забывай, Ицхак. Тебе руководить не колхозом, не страной. Миром руководить. Вот какая планка. И Антихрист придет из евреев. Последнее событие в мире. Все столицы мира будут ликвидированы. Одна столица будет. Один правитель над всем миром. В Иерусалиме. В храме Антихрист. Машиах, который был. Три с половиной месяца года будет только старствовать. Уже все вымерено, известно и в Библии написано. 13 глава. А? Когда это будет? В самом конце мира. А перед этим мировая война. Согласно данных, погибнет 2,5 миллиарда человек. Москва должна сгореть в один час. Откровение. Апокалипсис. 17-18 главы. Некоторые не соглашаются. Но когда начинаешь доказывать, он тут же соглашается. Под доводы стопроцентно проверенные. Нигде больше этого нет. Ни к одному городу нельзя приложить. Там дается 10 параметров. Какая она, сколько, где, чем занимается. Есть где-то схожи. Один-два параметра. А остальное не сходится. И раньше-то как было описано. Вот Гришко. Пушкин пишет. Гришко от Ребьев. Он там совозванец. У него данные такие. Рост его там полтора оршина и вершок. У него с правой стороны бородавка. А его не уберешь в бородавку. Дальше. И далее у него на ноге один палец отрубленный был. Его поймали, посмотрели. Все точно так. Фотографии-то не было. А описание было. И по описанию находили. И вот по описанию Христос какой будет. А Христос родится. А о нем было примерно 300 пророчеств. Родится в городе Вифлееме. Как он будет делать. Какие будут люди. Какие праздники особо будут с его присутствием. И как Иуда его предаст за 30 серебряников. А это сказал пророк Захария за 630 лет. Примерно. 630 лет. Меняется инфляция. Там дефолты. Цены везде меняются. Цена раба стоит на месте. 30 серебряников. 630 лет не сдвинулось с места. Это да. Цена раба стоит на месте. Я с вами согласен. У нас все в России зарастет. А цена раба стоит на месте. Да. С деревянными вошмаками. И как только Иуда получил 30 серебряников. Цены взлетели завтра. Все по-другому. Почему? Пророчество должно быть. Полностью исполнено. Если бы Иуде заплатили 31 серебряник. Или 29. Это не Христос был. Обманщик. Абсолютная точность должна быть. Где он умрет. Что он воскреснет. Как его будут поносить. Как будут бить. Все было описано за 600-700 лет. Ясно. Ясно. Ладно. Пойду я спать. У меня на часах 5 часов утра. Так. Хорошо. Но вы если хотите. Я вам наказал. Как наш называется. Ютуб. И все. Во свете Библии. Во свете Библии. Ну. А вы можете написать. Я это сохраню. Нет. Я не могу написать. Я писал. И меня за это забанили один раз. Здесь нельзя показывать ничего написанного. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это нетрудно записать. Я просто в машине сижу. У меня нечестно. Ну. Я сейчас смотрю. Игнатий Лапкин. Ну. Где-то. Щеркните пальцем там. На стекле. Или как. Напишите. Перепишите. Игнатий Лапкин. У меня столько врагов. Против меня только 200 на раз лишним роликов в интернете стоит. Игнатий Лапкин. А все называется. Во свете Библии. Во свете Библии. Ютуб. Во свете Библии сайт. Во свете Библии форум. Я показывал. У нас надпись хорошая была. Я возьму. Люди не понимают. Я покажу. Их сфотографировали. Переслали туда. И нас закрыли. И на целый месяц. Что сохранил? Таких каналов много. И у нас открыли в этот же день. Аня. Это же самое. А вы знаете, кто эту рулетку-то изобрел? Не знаю. Американцы, наверное. русский мальчик, 17 лет, двоечник. Сдавать экзамены. Говорит, а у меня одни двойки. Я подумал, что-то надо делать. И давай изобретать. И вот это в развратное ущелье. Он говорит, тут можно знакомиться. Никто ничего. То есть заранее уже было назначено для чего. Познакомился. Ни к чему не обязывающая встреча. До свидания. Ни регистрации. Ничего нет. Андрей Терновский. Терновский. Терния. Терния – это колючки. У него фамилия самоговорящая. Ему 17 лет. Двоечник. И сразу стал миллионером и уехал в Америку. Молодец. Голова на Петербурге. Ну, всего хорошего. С Богом. Всего вам тоже с Богом.